У Беларуси один антициклон, изменяя инши. Экстремальный надвор я протягиваю выпробовывать из Жихаровых Родинской области. 19-го жнивня на большей части территории региона были спрагнозованы на больнице. Моцные ли у них рад шквалистые узмасснение ветру у особных районах до 25 метров за секунду. Як застерок 60 однозвычайных здоровений, связанных с надворьем, расскажет Ирина Юшкевич. Ветер с порывами до 25 метров за секунду. Таких не так давно зведал Зельвинский район. Капа ценить разбуральную силу, достатково зернуть на гэтые кадры. Древы, зламаны як запалки, сдамо срываны дахи, повалена охороджа. Тым сурьозней бачится рекомендация МНС об наступном шквалистом узмасснении порывов по махчымасти перечекать непогоду дома. Так, беспечней. Этим летом спасатели региона неоднократно устраняли последствия непогоды. В конце июля при прохождении грозового фронта и усилении ветра, максимальная скорость которого достигала 23 метра в секунду, работники МЧС более 140 раз выезжали на сообщения об аварийных и упавших деревьях. Из-за стихии были повреждены кровли двух жилых домов и четыре автомобиля. По данным Белгидромеда, сегодня на большей части территории Гродненской области ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалиста усиления ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду, а в отдельных районах до 25 метров в секунду. Аномальная спякота, проливные дожжи, затоплённи, навальничный фронт, ураган, гектары поваленных древ, разбурэнни и навод человечей охвяры, разгул стихии. У Беларуси экстремальных заяв на дворье в опошний час фиксуются усё больше. Як приклад, минулые выходные. Температура по ветру перекрочила середнямесячное значение на 10-15 градусов, супроводжаус пякоту штиль. Гэта было затисше перед бурой, попереджуют синоптики. У свою чергу службы ДАИ рекомендують аутоуладальникам задуматься об тем, куды при таких умовах на дворье ставить свою машину. При усилении ветра мы рекомендуем транспорт свой не парковать вблизи дорог, вблизи, где растут деревья, по возможности на парковочных местах, где можно избежать падения деревьев. При ухудшении погодных условий, связанных с выпадением дождя, важно использовать ближний свет фар, чтобы другие участники дорожного движения вас видели, избегать больших луж, двигаться с безопасной скоростью, держать дистанцию, а также быть бдительными при проезде пешеходных переходов и перекрёстков. Резкие перепады температуры, которые все частей сопровождаются экстремальными заявами на дворье, головная при кметах глобального подтепления. Это означает гидромета службы практически всех краин света, Утымлику и Беларуси. Амплитуды ваганне увеличиваются, как пережить их метазалежным людям, рекомендации от медиков. От метазависимости страдают, по разным данным, от 35 до 75% взрослого населения. Мечо-чувствительные люди должны бережно относиться к себе в такой период и придерживаться общих рекомендаций. Это чаще находиться на свежем воздухе, заниматься лечебной физкультурой, рационально и сбалансированно питаться, пить достаточное количество воды в день, укреплять иммунитет, исключить любые виды алкоголя. И жнивень протягнется спекой, тыдень пошался дождями и навальницами, температуры застанутся высокими. Наступно будет без хмар у особных районах в облачне, местами пройдутся падки. А уже в субботу и неделю станет ясно, а слубок термометра зну наблизится до плюс 30 градусов. Продолжение следует...